Компьютерные игры По началу сам увлекался коллекционированием Пока не родилась идея начать этим зарабатывать Как превратить необычное хобби В стабильный источник доходов Новая идея для вашего стартапа Владимир Шабата Возраст, 31 год Окончил Одесский национальный университет имени Мечникова Специальность – общая и химическая физика Профессия – частный предприниматель Хобби – киберспорт В 2005 году открыл магазин компьютерных игр и аксессуаров Я являюсь реки-директором в музее Blizzard С Вовой работаю уже более 4 лет Вова отличный бизнесмен Мы с ним работаем слаженно Если поступают какие-то проблемы Мы их решаем вместе Очень быстро и сообща Ребята действительно уникальные в своей деятельности И то, что представлено у них здесь Это, скажем так, бомба Просто бомба для того, кто играет в эти ролевые игры Вова, привет Привет Твой бизнес достаточно необычен для нашего города Расскажи, пожалуйста, телезрителям, чем ты занимаешься? Я занимаюсь коллекционированием игр и игрушек разных компаний В основном это компания Blizzard HBO, SteelSeries и подобные Это было в далеком 2005 году Вышла игра Warcraft Магазинная стоила открыть только лишь потому Потому что в Украине не было подобных игр Никто их не завозил Продукции, фан-продукции не было Не было ни статуэток, ни брелков Ничего абсолютно А был это спрос? Спрос на это, конечно, был огромный Потому что в мире играло больше 5 миллионов людей И, соответственно, фанаты любят какую-то фан-продукцию В частности, брелочки Всякие кошелечки Статуэтку себе поставить на стол Друзья и знакомые попросили Говорят, вы знаете, где это можно взять Давайте все-таки и нам закажем Заказали Потом у друзей еще друзья появились И, соответственно, разрослось в какую-то небольшую такую сеть Основными источниками доходов магазина игр и аксессуаров Является продажа компьютерных игр и сувениров А также оказание услуг по ремонту и сборке игровых компьютеров На что были потрачены твои стартовые инвестиции? Стартовых инвестиций, как таких, не было То есть у меня было гривен 500 Это максимум в кармане лежало Я брал на реализацию в некоторых магазинах игры Мы продавали только лицензионные диски StarCraft, WarCraft, Diablo Сначала мы работали на дому Мы продавали эти игры по предзаказам Через годика-два примерно Мы уже насобирали более-менее какой-то капитал Для того, чтобы можно было закупать какие-то стадуэтки, игрушки Они достаточно дорогостоящие Коллекционные вещи стоят порядка от 100 долларов и выше Первая игрушка у нас появилась по заказу одного из клиентов Это был ярый фанат игр Сколько стоила первая игрушка? Первая игрушка стоила 500 долларов 500 долларов То есть, грубо говоря, твой бизнес рассчитан на геймеров? Да В основном это, конечно же, геймеры Но еще очень много людей приходят просто купить себе Либо знакомым, друзьям подарки разные Магазин компьютерных игр и аксессуаров Стартовые вложения 2000 долларов На закупку базового количества коллекционных персонажей было потрачено 1000 долларов Проведение ремонтных работ, а также закупка специализированных витрин – 1000 долларов Период окупаемости данного вида бизнеса – полгода Вова, расскажи, где мы сейчас находимся? Мы находимся сейчас возле прилавка с коллекционными вещами, которые выпускаются в очень ограниченном количестве в мире Да ты что? Не верю Почему? Вот, например, вот этот шлем Это альпийский шлем, который выпущен в лимитированном издании Их в мире всего 1500 штук У нас в Одессе, в Украине, очень много косплееров, которые ходят на разные мероприятия И для них заполучить такую вещичку – это достаточно очень-очень здорово И в Украине, я так понимаю, что это единственный экземпляр? Да, в Украине это единственный И сколько же стоит такой шлем? Он стоит недорого – 450 долларов Для профанов цена в сотнях условных единиц кажется шокирующей Но если разобраться, то становится понятна ее обоснованность Рассмотрим на примере эльфийского шлема стоимостью 450 долларов Во-первых, это дорогостоящие расходные материалы А также ручное производство, ориентировочная стоимость которых – 300 условных единиц Также в эту цифру входит доставка – 60 долларов И растаможка – 60 долларов Прибыль магазина при этом составляет не более 10% Если я не ошибаюсь, это из аватара, да, персонаж? Да, это из аватара, его зовут Джейк Салли Какой он стоит? Он выпущен тоже в ограниченном количестве Стоит он 390 долларов 390 долларов, мама дорогая И люди платят за это? Люди за это все платят С чего же тогда формируется прибыль? В первую очередь доходным является продажа мелкосувенирной продукции для геймеров Закупочная стоимость такого товара относительно невелика И это позволяет делать наценку порядка 30-50% И, кстати, именно эта продукция пользуется наибольшим спросом То есть, проще говоря, вы зарабатываете на мелкой рознице, но не на коллекционных вещах? Нет, мы зарабатываем на всем Но, в частности, в основном продаются, конечно же, побольше это мелкие вещи Скажи, пожалуйста, а вот ты задумывался над тем, чтобы открыть производство подобных фигурок у нас в Одессе, в Украине? Да, конечно же, задумывался Хотелось бы самому это все производить, а не платить поставщикам бешеные деньги И идея была такова, что сейчас достаточно популярны 3D-принтеры На 3D-принтере эти вещи можно, конечно, безусловно, сделать Особенно мелкие Но их нужно еще разукрашивать Самая большая проблема в разукраске достаточно качественной И, к сожалению, у нас в Украине это не развито И разукраска стоит дороже, чем купить эту фигурку у поставщиков где-то в Китае, в Америке и в Европе Базовое оборудование, необходимое для открытия магазина компьютерных игр и аксессуаров Оргтехника, 400 условных единиц Несколько витрин, можно БУ Стоимость одной единицы составляет 500 гривен Приобретение минимального количества коллекционных фигурок и сувенирной продукции 600 условных единиц В Одессе данная ниша не заполнена В принципе, желающие телезрители, которые вдохновились нашей сегодняшней программой Могут попробовать начать заниматься реализацией таких вот игрушек Да, конечно же могут, но для этого нужно им вложить достаточно большие деньги А сколько денег, кстати, нужно вложить сейчас, на данный момент времени? Это порядка 1000 долларов минимум Чтобы хотя бы мелкие фигурки, которые стоят до 10 долларов, заполнить пару шкафчиков Если же это коллекционные вещи, 200, 300, 500 долларов Ну, соответственно, им надо до 10 тысяч Но не стоит бояться кругленьких сумм На старте бизнеса наш герой начинал с банальной перепродажи Начать подобного рода бизнес можно и в домашних условиях С открытия тематического интернет-магазина Стоит отметить, что в Одессе уровень доверия к покупкам в сети довольно высок А при правильном подходе вы и сами сможете накопить средства для открытия демонстрационной площадки Да, конечно же, на дому можно этим заниматься, потому что не нужно платить ни за аренду Вы получаете чистый доход Многие так и делают Заказывают данные фигурки в Китае Сталкиваются с проблемами, потому что из Китая приходит некачественная продукция И люди просто теряют все свои вложения Самая качественная продукция производится только в Америке и в Европе Франция, Англия Есть фермы-поставщики, это Funko Pop, это Steel Series, это Veta, это Sight Show Средний ежемесячный бюджет магазина компьютерных игр и аксессуаров составляет 60 тысяч гривен Из которых чистая прибыль – 10 тысяч гривен Расходная составляющая – 50 тысяч гривен В расходную часть входят аренды помещения под магазин – 7 тысяч гривен Обновление ассортимента – 40 тысяч гривен Средняя зарплата администратора – 5 тысяч гривен Затраты на раскрутку интернет-магазина – 1000 гривен в месяц Из общего нашего бюджета 80% мы вкладываем в покупку новых вещей 10% мы платим за аренду и нам остается 10% прибыли, которую мы тратим уже на свои вещи Ниша данного бизнеса в Украине окончательно не занята Но и не стоит рассчитывать на то, что это сверхприбыльное дело, приносящее колоссальные доходы Высокие цены на продукцию в данном случае реально обоснованы Но если вы относитесь к числу поклонников компьютерных игр, то вы получите доход среднего уровня и реальное удовольствие от работы Спасибо тебе большое за очень интересную и необычную экскурсию Я думаю, что многие телезрители сегодня для себя открыли новую нишу для создания своего собственного бизнеса Всего тебе самого наилучшего Спасибо, заходите к нам еще Непременно Пока Оказывается, даже такой, на первый взгляд, весьма необычный вид бизнеса может стать успешным коммерческим проектом Берите пример с наших героев, вдохновляйтесь новыми идеями И, быть может, в скором времени мы заглянем к вам в гости Стартап – это начало проекта, а каким он будет, зависит только от вас Субтитры сделал DimaTorzok